Сто ходщиков, что за еду? Привет. Несмотря на то, что игрок Херсуфарин 4 это представитель совершенно нового биологического вида человека, у него есть свои недостатки. Да, в процессе эволюции ходщики смогли полностью отказаться от женщин, в некоторых случаях даже от мужчин. Частично перевести свое питание на линии сабжения в ходщики. Стоп, что это за хуйня? Что за иконка? Также ходщики научились себя сдерживать. Вот вы, комментаторы, можете заходить в туалет в любое время. А ходщик не может, пока его войска не окружат противников Гондураса и Иранской войне. Он не может никуда пойти и терпит. Но у ходщиков есть одна слабость перед великим итальянским изобретением. Нет, не Римская империя, о которой многие постоянно думают. Они не могут устоять перед пиццей. Поэтому извините, комментаторы, которые предлагают сидеть как сто игроков... Подожди, они сейчас будут играть за пиццу? Как сто игроков сидят в кемиде-туалете, где я сижу со ста игроками в чулках. Нет, такое я вычеркиваю из идеи. Даже под... Блядь, я, короче, придумал ебнутую идею. Но она будет такая душная для стрима. Короче, хотите, я сейчас расскажу вам? Смотрите. Снять, прийти в компьютерный клуб. Взять вип-зону, там договориться. И сделать лан-похойки. В чем суть? Можно сделать пару сцен, типа, с компьютеров каждого чувака. И кто-то будет уходить. И самый прикол в чем? Внимание. Одеться в костюмы, подходящие по то время. То есть, кто-то в костюме немецкого солдата. Кто-то в костюме солдата СССР. Кто-то в костюме, не знаю, там, британской армии, французской. И так далее, и так далее, и так далее. И то есть, прикиньте, сидишь на лане, играешь в Хойку, и просто вот эти постоянные окрики друг другу. Слышь, поешь говна нахуй, иди сюда. И там гачи-мучи начинается. Это крутая идея, но мне кажется, это будет душновато. Почему? Потому что Хойка, сама игра, она такая неторопливая. Если это нарезать для Ютуба, это будет супер охуенно. Но как именно стрим, я хз. Теснится идея со ста Хойщиками на улице ради битвы Хойщика за еду на провинциях. Этот легендарный формат был разработан еще в древности. И он собирает всех Хойщиков. На такое событие приезжают Хойщики-дальнобойщики, Хойщики-рыбаки, Хойщики-шахтеры. Такая игра оторвала от важного дела даже Никиту, который подсматривал за женщиной своего телескопа. Да, Никита, это я о тебе. Ну и давайте перейдем уже к самой суде битвы за пиццу. Игроки распределены на провинциях... А здесь есть Иванова? Я не вижу. Назад там был... Никита, это я о тебе. Ну и давайте... Иванова! Иванова, блядь! Вот! Придем уже к самой суде битвы за пиццу. Игроки распределены на провинциях от Португалии до Сахалина. У них на старте нет дивизий, нет снаряжения, только завод и мех производства. На игре необходимо не только заходить своих соседей, но и чем-то отличиться, чтобы понравиться зрителям. Ну и для того, чтобы из этой карты получилось хоть что-то, надо потратить уйму времени, и опытные ходщики подготовились заранее. Вот перед вами игровое кресло, позволяющее без каких-либо проблем... Блядь! ...более 8 часов. Вот более опытная модель с лучшей сидушкой. Такие модели также очень любят игроки в Доту 2. Ну и судя по лицу, ходщики. Также опытные игроки... Охуеть! ...приходят сразу в противогазе, зная, что им придется сидеть с ходщиками более 5 часов. Ну и, конечно, про другие средства защиты тоже нельзя забывать. Супри. И подготовившись, можно начинать. У меня нет снаряги, вообще! У меня ресурсов нет, не блядь! Как я производить, это блудно? Новички не ожидали, что не будет дивизий. Кто-то даже от этого испугался. Ну а знающие игроки уже начинают на всех нападать. Откуда у вас дивизии за такую секунду, пи***сы? Осуждаю, долбоёб! Убейте его, нахуй! Повсеместная паника из-за отсутствия стартовой дивизии! А кто на Иванова играет? Кто на Иванова играет? Спасибо большое. Игрок теперь, блин, наживать на все кнопки подряд и убирать призы в армию. Теперь у него даже нет войск для наборов дивизии. Блядь, нахуй ты убрал призы в армию? На Волгограде от паники объявляет войну всем соседям. Липецк строит самолеты, думаю, что так у него поедет за дивизию. А Бобруйск изучает атомную бомбу. А этот ходщик вообще убежал от компьютера. И только Миша догадался. Израильская гадалка. Он что-то знает. Также Миша после производства одной винтовки посчитал, что его Санкт-Петербург теперь военный гигант. И начал угрожать игрокам. Гуглашки! Родину продали за французскую оболку! А я, сука, болотный житель! Блядь, защищаю собственный следов... Я у него даже голос похож на Шрека. От торговых захватчиков, которые не поставляют там ни куска металла, ни куска стекла. Мы сидим, блядь, жрём болотные кувшинки, блядь. И мы можем сражаться на последнем. У него реально похож на голос на Шрека. А в это же время другой военный гигант Волгограда бил войну всем своим соседям. Но у него нет дивизии. Теперь у них с калмыками гонка. Кто их быстрее разве... Кстати, а что он в такой ситуации делает? Наверное, реально создавать конницу, не? По-моему, в такой ситуации. Это же быстро. Нет. Ну и тут же приходит сообщение о первых дивизиях. Дивизия! 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 Мне интересно только, что сам с Ивановым. Блядь, Иваново и Москва рядом. Иваново, вы знаете, что делать? Забирайте Москву себе. Ну а в это время в Краснодарском крае была развёрта невиданная до этого армия. Пять дивизий атаковали Ставрополь. А у Ставрополя нечего защищаться. Краснодарские дивизии сейчас возьмут под контроль всё то букацкое мыло. Ну а что происходит в это время в Западной Европе? А здесь Лангудок нападает на Прованс. Пиздец. И это я не о нападении. Станислав Хмельницкий нападает на Станиславов. Лангудок и на Прованс. А в войне Липецка с Воронежем? Воронежцы не ожидали близкий рекорд Липецка и уступать свою столицу. Но Воронежцы срочно разворачивать дивизию удержат хреновое. Это, кстати, реально населённый пункт. Но куда тяжелее воспринимать информацию, когда Липецка... Пизда в котле. Ладно, всё, ребята, минус Воронеж. Липецкие войска их попытаются окружить, зайдя в Безбожник, и они их окружают. Также в окружение попадает ещё одна Воронежская дивизия. Липецкие всё грабят. Ну а Миша до сих пор не развернул ни одной дивизии. Миша, что не так? Я ничего нету, я Миша. Я в болоте живу, нахуй. И пока Миша бомжует на болоте... Сука, Сталинов всех выиграла. ...которого фронта нападает на Ростов. Ростов минус уже. Первый захват. Игрок на Севиле захватил Гибралтар. Вот это, конечно, победа. Ну а игрок на Люксембурге ведёт войну сразу на два фронта. Он захватывает голубого и оранжевого. А это... Бля, Люксембург всех ебёт? Ого, какие противники. Особенно голубые. Они в последние годы сильно прибавили. А ещё с нами опять на связь выходит Миша. Ну давай. Ну сколько... Подожди, там Киев кому-то объявил войну. В последние годы сильно прибавили. Кому Киев объявил войну, ингу, понялись. А ещё с нами опять на связь выходит... Киев объявил войну Чернигову. Миша. Ну давай. Ну сколько мне ещё ждать-то, нахуй? 53% обучения. Ну, блядь. Давай, вставай, солдат. Пора воевать, блядь. Когда-нибудь Миша сможет... Так, Москву едят. В дивизии, ну а в это же время... Иванова влетай. Ну и постепенно мы подошли... Почему Иванова АФК-шит? К новому испытанию. А именно к мирным конференциям. Суны, а как это работает? Учёными так и не выяснена проблема, почему игроки не могут справиться с меню, где нужно нажать на одну кнопку. Они каким-то образом успевают сразу нажать на две. Он даже смог нажать на три. Одно и то же государство, он собрался сделать марионеткой, освободить из него кого-то и захватить территорию. Блядь. Такие ситуации... А это реально будет работать? Время приводит к конфликтам. Полчаса эту х**у не буду делить. Он один делит, блядь. Он марионетит. Чё он был потом, блядь? Как сделать? Блядь. Блядь. Сука, блядь. Чё, чё, ну, блядь. Марионетку справа, справа в отмене марионетку, а у... Ну, хватит оскорблять людей. Сука, оскорбление, чувство верующих. Запрещено. Миша, каких верующих? Ну ладно, справились мы с этой мирной конференцией на 20 минут и... Да блядь. Ну, ребята, мы тут на 6 часов. А в это же время Волгодрадская конница выступает сразу на 4 фронта. Под удар об Михайловка, Калмыкия, Астрахань. А Энгельс вообще сейчас захватят. Но тяжёлое положение у Донецка. Половина его армия окружена в Запорожье. Нееет. Всё, минус Донецк, ребят. Я тоже, блядь. Также у нас появляются два мощных государства в Германии. Ну, а в это время Мишу до сих пор разворачивает дивизию. Чё с Ивановым? Да блядь, я блядь. У меня дивизии три года развертываются с одной ёбаной каской, блядь. А, блядь, каску надеть не может, блядь. Он, махуй, военный учёт каску надеть не может, блядь. И я заинтересовался, что, чтобы у Миши с дивизиями? Блядь. Для спавна. Блядь. Надо было тебе, Миша, покупать дивизию на Купикуде. Как раз здесь можно пополнить свой кошелёк в Стиме. Ааа. Ну, а в этот момент приходят тяжёлые новости. Понял. Чё с Ивановым? Чё с Ивановым? Чё с Ивановым? Меня ебут. И у нас выбывает первый игрок на Эльзасе. Его захватил игрок на Люксембурге. А ещё южнее него всех захватывает этот лунгидок. Ну, а Миша собирается напасть на Ленинг. Блядь, там Калуга в Иваново вылетает. Покажи, там реально интересно было. А ещё южнее него всех захватывает этот лунгидок. Ну, а... А, не, не, нормально, нормально, нормально. Там Калуга с Москвой ещё ебашится. Иваново, напади на горки, ёбаный в рот. Смотри, Иваново, я рядом, Ярославль есть. Забери, Ярославль. Забери горки в спину. Давай, брат. Ну, не знаю. Миша собирается... Почему на Иваново челло фэкашит? Напасть на Ленинградскую область. Сука, ну быстрее. Один день остался, ребята. Этому времени Волгоград уже почти захватил всех своих соседей. Но нет. Тут же Астраханец спавнит новые дивизии и начинает контратаку. Он выбивает Волгоградцев из Астрахани. А в Воронежстве после новых окружений срочно начинает мобилизацию. Воронежские военкоматы грозятся посадить всё мужское население в кедровую бочку. Если они... На Иваново бот? Пиздец, блядь. Пойдут на фронт. Вот был бы я там, ребята. Я бы забрал бы всё вокруг. В Воронежстве появляются новые дивизии. А ещё приходят новости от Миши. Чего, чё ты орёшь? Ну откуда у Луги появилось 11 б**ких дивизий? Ну заспавнил, там же человек неглупый. Так это бот, б**ть, это бот, сука. Миша проигрывает Бату на Ленинградской области. Ну а в это время игрок на Риме уже объединяет весь центр Италии. Остался только один противник. Как это у вас дела? Отлично. Ангадуру были захватываем. Вы уверены, что это Ангадур? Да, ты знаешь. Ну а в это время рушится военная машина Волгограда. Не хватает войск на 4 фронта и к Волгограду прорываются калмыки. И только мы успели отличься от Миши, как у него новые проблемы. Б**ть! Б**ть, там чел всё ещё Москву не может захватить, ты издеваешься? У меня волхвы оправдывают войну. Какие волхвы, Миша? Ого, ничего себе, скакую дивизию волхвов. Сколько? У меня 39, б**ть, вы чё? А куда у них 39? Пр**бал, я сразу так и б*****. А куда 39 у него? У меня дивизии, б*****. И у игроков складывается уникальное положение за всю историю игр на провинциях. Они объявили первые войны не ботам, а игрокам и завязывали в боях. А в это время боты спавнили дивизии и сейчас они могут захватить всех игроков. Ебать, ну это же бред. Объединитесь, люди, против ботов. Но первого, похоже, захватят Мишу. Он не может справиться с ботом на Ленинградской области. Да хватит атаковать, ебаные. Б**ть, у меня две полные дивизии не могут выбить одну ебаную, сука. Ебаные волхвы, ёб твою мать. Миша, как он тебя... Всё, ребята, минус Питер. Минус Питер. Окружил. Ваше мнение питерские. Б**ть, да пробейте. Б**ть, ебаные. А игроки продолжают пытаться бороться с ботами. У некоторых есть успехи. Венгрия объединяет Венгрию. А Исландия вообще штурмует Ирландию. Но конфликты между игроками продолжаются. Только вроде как они победили этот агрессивный Волгоград, как он тут же опять делает наступление и отбивает свою столицу. Также продолжается сражение Липецка и Воронежа. И воронежский правитель сообщает тяжёлые новости. Липецкие оккупанты взяли и просто каждый, в каждый унитаз под два катиха. Но Липецк продолжает показывать высокий уровень игры. И громит пензу, когда итальянец продул всю страну боту. А ещё это же делает зелёный немец, которому многие верили. И у игроков опять пахнет. Б**ть, опять немец их выебал. Я не могу, меня заебало, б**ть, просто заебало. Всё, мне сейчас север пи***т. У меня ощущение, что он как будто там один играет на питерском, все остальные в тельте сидят. Куда сня, б**ть, я... 37 дивизий! Ну что игра, да в нахуй, что... Да пошёл в нахуй! Меня не виноват, что, б**ть, одна правительство осталось, там появилось 40 дивизий. Ну как я могу это сделать? Ну него 37, б**ть, их дивизий, у меня уже 70. И нахуй, я не могу, я... Да меня вывели просто, иди, х**я. Да я тебе нахуй с этой игрой, б**ть, это что, б**ть? Также в это время бомбель в городской области подбирается к столице Миши, и после этого некоторые игроки уже теряют дар речи. Это нормально то, что... Это нормально то, что... Да, игрокам тяжело. Дальнобойщик уже, похоже, собирается уезжать. Одного из игроков заври... Б**ть, ты вообще ебанутый. Нахуй ты, это себе на ебальник поставил? На игры игры захватили прическу, ну а Миша продолжает... Я русский. Ходи с ума. А это что? На чём он держит телефон? Дальнобойщик, конечно, на этой картинке офигел. И... Ждём на руле играет в хойку. Можно было бы уже отчаяться, если бы не срочные новости. Ура, кто-то напал, а это б... Мне б**ть помог, б**ть! Мы будем сражаться на земле! Мы будем сражаться на водахе! Мы будем сражаться на воде! Но мы никогда не сдадимся и не протяжем свой дух! Ура, б**ть! Б**ть! Боты от скуки начинают нападать друг на друга, и у игроков появляется шанс выиграть. Голубой Спайсер... Капец, я думал, что Питерский проиграет, он всё ещё жив. Считает массовую атаку на вата дивизиуме с артиллерией. Лунгудог, захотём всех на юге Франции. Даже Миша переходит в успешную атаку на Ленинградскую область. Он, похоже, победит. Да ладно! Да ладно, Питер выиграет? И Миша громит Ленинградскую область! Наконец-то он её победил! И тут же приходит срочкой новости! Один из игроков обманул генерала Киндера, и генерал Киндер обманным путём сдал свою большую честь страны посреди Беларуси! Да нет, пожалуйста! Да всё, Киндер! Ой, самый прикольный пацанчик! Чего вы за Киндер? Б**ть, я выуждал всю... Киндер обманным путём сдал свою большую честь страны посреди Беларуси! Да нет, пожалуйста! Да всё, Киндер! Твоя империя развалилась, пиццу ты не получишь. У тебя не пицца. Бля, он злой, сука. Но не время плакать, Люксембург рывается дальше, Липец кручается в империю, так же у нас появляется огромное Пермь, а в Польше всех... Там была фашистская Пермь? Плакать Люксембург рывается дальше, Липец кручается в империю, так же... Так, у меня есть парочка вопросов. А схуялишь Пермь фашистская? У нас появляется огромное Пермь, а в Польше всех захватывает Варшава. Ещё расширяется Донецк, и всё идёт к более масштабному конфликту игроков. Вот как, например, в Испании. Здесь голубой испанец объединился тайно с розовым, и они попросили синего разобраться со странами на севере. И он пошёл разбираться, как тут на него нападает и голубой, и розовый. Также у нас столкнулись Донецк с Луганском, здесь идёт тяжелейшая битва. Но Донецк притягивает к себе игроков Валенца, из него большая часть Украины. Ну а Миша нам что-то хочет сказать. КОГО ВЫ МАЙНЕСКИ МЕДИТОЛИЯ? Но в этот же момент Люксембург урывается в Германию, Варшава захватывает большую часть Польши, Мадрид окружён, а между двумя самыми большими игроками на востоке карта развернулась сражение. Липецкая империя воюет против Донецкой и Донецкой дивизии при помощи союзников прорывает Липецкий фронт и подходит к столице. Липецк захвачен. Ну и дальше Донецкий альянс продолжит захватывать российские регионы. Ну а в это же время за Уралом создаётся огромная Барнаульская империя, а над ней расширяется Пермь. Блять, почему Иванова ни на кого не нападает, всё ещё я не понимаю. Даже для бота он супер пассивный. Сейчас битва Люксембурга за Германию, здесь зелёный немец. Сейчас у Иванова не появится 100 дивок, я охуею. Союзники поставили войска на выступе и Люксембург их подловил. Войска Люксембурга выбивают себе плазаром на Рейне, дальше они начинают сразу две атаки. Немцы не спают что-то сделать и уже первое окружение. Дальше второе, и Люксембург не останавливается и наступает дальше. Но немцы вводят в бой резервы, окружают Люксембург прямо у себя под столицей. Но в этот же момент не хватает войск на юге у немцев, и Люксембург там прорывается. Падает центр фронта, и Люксембург выходит к окружённым дивизиям. А дальше на столицу Люксембург разгромил немецких игроков. Но проблема у Люксембурга проиграл всё, что можно союзник Лунгедок. Люксембург срочно перекидывает дивизию ему на помощь. Но у Люксембурга начинает не хватать дивизии, а на него нападает Варшава, которая постепенно прорывает фронт и альянс... Фашистская Пермс ела Иванова, блядь. Где Иванова? Люксембурга проигрывает. Альянс, Варшава, Киева и Донецка занимает большую часть Европы. Ну и вот такая карта у нас получилась. Всего у нас будет два победителя, которых мы выберем в моём телеграм-канале, на него ссылка в описании. Первый победитель получит награду за лучшую игру, а второй приз зрительских симпатий. Ребята, ваша поддержка лайк. Я хочу киндеру, киндеру, киндеру пиццу. Срочно киндеру пицца. Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть всё болит, но не пойду к врачу.